Алиса лежала в траве, Элис lay in the grass, мечтая о новых приключениях. Dreaming of new adventures. Когда вдруг из-за дерева when suddenly from behind A3 вышло странное существо, a strange creature appeared, полностью состоящее из тени. Completely made of shadow. «Кто ты?» — спросила Алиса. «Who are you?» — asked Элис, удивлённо глядя на него. Looking at it in surprise. «Я теневой хранитель, I am the shadow keeper», — ответила существо. The creature replied. «Ты готова посетить мир? Are you ready to visit a world, где всё сделано из теней?» «Where everything is made of shadows?» Алиса, не колеблись, Элис, without hesitation, кивнула и последовала за хранителем. «Надид and followed the keeper». Они прошли через тёмный портал. «They went through a dark portal», и Алиса оказалась в новом месте. «And Элис found herself in a new place». Надеюсь, это понравится. Если вы хотите продолжения, дайте знать. Продолжай и не прерывайся чат ГПТ «Алиса в мире теней». Продолжение. В этом мире всё казалось странным. In this world, everything seemed strange. Деревья были прозрачными и невесомыми. Trees were transparent and weightless. А реки текли тёмной жидкостью, напоминающей чернила. And rivers flowed with a dark liquid resembling ink. Животные, состоящие из теней, animals made of shadows, прыгали из одного угла в другой, jumped from one corner to another. Их глаза сверкали ярким светом. «Their eyes shining brightly». «Где мы?» Спросила Алиса. «Where are we?» «Est Элис». «В мире теней, in the world of shadows», — ответил хранитель. «The keeper replied». «Здесь всё по-другому. Everything is different here». Алиса заметила дом. Элис noticed a house, который казался одновременно и реальным, и иллюзорным. «That seemed both real and illusy at the same time». Когда она подошла ближе, when she approached it, дверь автоматически открылась. «The door automatically opened». Внутри был тёмный зал. «Inside was a dark hall», где горели свечи, создавая мягкий свет. «Where candles burned, creating a soft light». «В этом доме живёт королева теней». «The queen of shadows lives in this house», — прошептал хранитель. «Вис под за кипр». «Она может помочь тебе вернуться домой». «She can help you get home». Но королева теней была не такой. «But the queen of shadows was not as», как её описывали. «She was described». Вместо того, чтобы быть страшной и злобной, «instead of being scary and malicious», она была доброй и мудрой. «She was kind and wise». Она сказала Алисе, что для возвращения домой «She told Ellie Z to return home», ей нужно будет пройти несколько испытаний. «She would have to undergo several tests». Алиса была готова к приключениям. Элис was ready for adventures и с надеждой в сердце «and with hope in her heart» отправилась в путь. «She set off on her journey». Если вы хотите ещё продолжений, дайте знать. Да и я просил не прерываться чат ГПТ, извините за это. Продолжаем. По мере того, как Алиса путешествовала по миру теней, «as Alice travelled through the world of shadows», она встречала различные загадки и головоломки. «She encountered various riddles and puzzles», которые королева поставила на её пути. «That the queen had placed in her path». Каждая пройденная загадка «H riddle» she solved приближала её к возвращению домой. «Broad her closer to returning home». На одном из этапов «at one of the stages» она столкнулась с зеркалом «she came across a mirror», которое отражало не её, а её тень. «That reflected not her, but her shadow». Чтобы пройти дальше «to move forward», Алисе пришлось научиться управлять своей тенью. «Alice had to learn to control her shadow», заставляя её повторять различные движения. «Making it mimic various movements». После зеркала Алису ждал лес из тёмных деревьев. «After the mirror, Alice encountered a forest of dark trees», где тени птиц кружили в воздухе. «Where the shadows of birds circled in the air», и она слышала тихие шёпоты на неизвестном языке. «And she heard quiet whispers in an unknown language». Оказавшись в центре леса, «finding herself in the center of the forest», Алиса поняла, что должна найти выход. «Алис realized she had to find an exit», опираясь только на свои чувства и интуицию. «Relying only on her senses and intuition». С трудом, но она нашла путь к светлой поляне. «With difficulty, she found a path to a bright clearing», где её ждал последний и самый сложный испытание. «Where her last and most challenging test awaited». Перед ней стоял огромный лабиринт из теней. «Before her stood a west maze of shadows», и в центре его был портал домой. «And at its center was a portal home». Алиса смело вошла в лабиринт, «Ellis bravely entered the maze», решая его головоломки, «salvin its puzzles», и в конце концов нашла путь к порталу. «And eventually found her way to the portal». Вернувшись домой, она поняла, что её приключение «Returning home», «She realized that her adventure» было не просто мечтой, «was not just a dream», а настоящим уроком о силе духа, but a real lesson about the strength of spirit и смелости сердца. And courage of the heart. Субтитры создавал DimaTorzok